Чемпионат России по спортивной ходьбе стартовал сегодня в Чебоксарах. В соревнованиях участвует около 170 сильнейших скороходов практически из всех регионов, где развивается этот вид легкой атлетики. Сегодня, в первый день соревнований, разыгрывались медали на двух основных дистанциях среди женщин и мужчин-юниоров. Пока город просыпался и ехал на работу, на набережной Чебоксарского залива уже вовсю шли соревнования. Из-за жаркой погоды старт женщин на 20 километров чемпионата России по спортивной ходьбе перенесли на час раньше. На Чебоксарской трассе планируется завершить комплектование команды России. В стартах не приняли участие лидеры, уже обеспечившие себе место в составе российской команды по итогам Кубка мира по спортивной ходьбе. Это Анися Кирдябкина, Алимира Элембекова, Михаил Рыжков и Андрей Рузавин. В отсутствие лидеров женской ходьбы фавориткой считалась Вера Соколова. Вера практически с первых километров стала отрываться от своих соперниц. На чемпионате мира в 2013 году Веру сняли с дистанции за 450 метров до финиша. И вообще в прошлом году наша спортсменка часто оставалась за чертой призеров или не пересекала финишную черту. Поэтому победить на российском чемпионате, да еще и дома, для Соколова было важно. За несколько кругов до финиша Вера стала наращивать темп, но судьи сделали ей два замечания. И вновь над спортсменкой нависла угроза схода. Но Вера все же сумела сохранить технику до конца дистанции и заняла первое место. Основная задача была отобраться. Да, я прислушивалась к советам тренеров. Сбавила как-то надо. Ну, итог, то что дошла до финиша. Спортсменка считает, что для такой жаркой погоды она показала хорошее время. Сегодня главным был результат. Второе место заняла Светлана Васильева. Третьей стала Лина Бекулова. Те, кого мы ожидали, они пришли к победе, к призовым местам. И Вера Соколова, и Света Васильева, и Лина Бекулова. Это люди, которые проходят подготовку в сборной команде и целенаправленно готовятся к попаданию в команду на чемпионат Европы. Алексей Мельников считает, что теперь надо еще больше работать над техникой, чтобы на чемпионате Европы в Цюрихе не было нарушений. Предмет для более тщательной работы. Ну, есть у каждого человека анатомические особенности и все. Ну, просто будет больше работать над техникой, лучше контролировать себя. То есть это предмет для размышления, осмысления и дальнейшей работы. У мужчин на 20-ке первенствовал Денис Стрелков. В призовую тройку также вошли Петр Трофимов и Павел Паршин. Завтра в 7 утра мужчины выйдут на марафонскую дистанцию в 50 километров. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.